Доброе утро всем! Сегодня у нас пятница, 5 октября 2018 года. Мы находимся на водоеме Сава в Сербии на чемпионате мира 2016 года, в 20 чемпионате. Это будет очень короткий эфир, потому что нас, скорее всего, будут прерывать. Постоянно мне звонят тренеры и раннеры, плюс наш сербский консультант. В общем-то, прерывы могут быть, я заранее извиняюсь. Ночь прошла, к сожалению, тихо у нас, но, в общем-то, как и у многих команд на сегодняшний. То есть на данную минуту всего 13 сборных с рыбой. Большинство, естественно, с одной рыбой. И только, по-моему, 2 или 3 сборных имеют больше, чем одну. Я имею в виду не одну рыбу, рыба в одной зоне. Есть только несколько команд сборных, у которых есть по 2 рыбы. По-моему, 3 рыбы нет ни у кого. Но 3 рыбы, я имею в виду, естественно, что 3 двойки взяли хотя бы по одной рыбе. Такого, по-моему, еще нет ни у одной сборной. Но даже при этом, понятное дело, многие команды уже на первом месте, в верхних эшелонах. Англичане взяли вчера вечером карпа на 14 килограмм. И благодаря этому карпу они подскочили сразу на первое место, подвинув Украину на второе. Сейчас тут было как бы смешно, потому что пришли команда Бельгии и начали просто ржать. Потому что у них одна рыба в одной зоне на 3 килограмма, и они на пятом месте. То есть вы понимаете, какая ситуация, что одна рыба, всего лишь одна рыба в зоне уже дает команде скачок ну просто офигенный. И если мы говорим, например, про индивидуальный зачет, то в нем как бы тоже в зоне легко сделать первое место, взяв там несколько рыбок небольших. В общем, все, конечно, в полном офигении от ситуации. Привет всем, кто смотрит. Привет, Женя, привет, Стас, Валера. Просто как бы, ну, понимаете, да? То есть 13 сборных с рыбой вообще в целом. Соответственно, 14 сборных без рыбы. Вот, и сейчас все, конечно, там пытаются что-то делать. Происходят замены, у нас тоже произошла замена. Тренер меняет Антона Хохлова на Диму Алексеева в секторе Б-22. Ну, что вам сказать, ребята. Завтра брифинга капитанов не будет, потому что решили, нет смысла его проводить из-за того, что через два часа после него окончание турнира. Просто сдергать капитанов сюда, чтобы они потом ехали обратно. Расстояние же очень большое, я вам сказал. Поэтому, как бы, решили его просто отменить. Результаты все равно будут вывешены. В этом плане у них организовано все очень хорошо. У них достаточно много взвешиваний. И даже есть однозначное взвешивание в три часа ночи. Ну, на что надеялись, я не знаю. Столько взвешиваний при таком количестве рыбы. Но они там сказали, что есть в водоеме есть и амур. Амур, естественно, как рыба, очень такая чувствительная. Ее нужно взвешивать как можно быстрее. Поэтому, понимаете, да, для того, чтобы рыба эта не сдохла по случаю, они добавили ночное взвешивание тоже. Ну, пока амуром никто не поймал. И вообще ситуация очень странная, потому что на той же тренировке было огромное количество поклевок леща, например. Просто очень было много, у всех. А сейчас то, что я понимаю, что даже лещ не клюет. Не только там карп. И опять же, этот карп на 14 килограмм пойманный англичанами. И карп на 15 килограмм пойманный украинцами. Это местные жители водоема, которые живут здесь уже много лет. Как сказали, что в принципе водоему 40 лет. И после того, как его создали, туда была запущена рыба. И тогда изначально водоем был не только для отдыха, но и как для рыбаков. И эта рыба, судя по всему, сейчас вот эти две рыбы поймали. То есть все просто в шоке. Никто на это не надеялся. А остальная рыба, которую ловят, это вот запущенная. Трешки, четверки. Я извиняюсь, я снова с вами. Это был тренер. Он двигается просто в сектор А12. Так как разрешено с 9 утра до 11 часов дня сделать донос прикормки, то он решил это сделать как раз в этом секторе. Потому что они, в принципе, часть своей прикормки забыли в первый день, когда мы их перемещали. Они забыли ее в секторе. Ее можно было только официально вынести из сектора. Но передать обратно его было уже нельзя. Поэтому пришлось ждать до сегодняшнего утра. А так как всегда при передаче чего-либо или замене обязательно должен быть судья, то это как бы такая процедура, что нужно сообщить жюри. Жюри должны связаться с судьями, и судья должен подойти на место. А так как судей там не очень много, то я понимаю, что должен подойти главный судья зоны. Но так как там есть и замены в этих зонах, поэтому этот судья, в общем-то, нарасхват сейчас, по крайней мере, до 11 утра. Ну, в общем, пока это, в общем-то, и все. Никакой новой особой информации, кроме того, что я сказал, нет. Жюри пьют кофе с печеньками. Больше им пока заняться особо нечем. Я знаю. Все настроены, конечно, по-боевому. И наши ребята, понятно, и команды других сборных. Я сообщался с латвийцами. Они тоже, как бы, настроены по-боевому. Но все говорят одно и то же. Лотерея. И, в принципе, те, кто сейчас находятся с рыбой, они уже, по большому счету, могут идти и заполнять лотерейные билеты. Так как они явно везунчики. И у них есть шанс что-то поймать. Что-то выиграть. Я вам скажу, что вчера, конечно, было смешно. Мы вчера общались с Гуглом в моем телефоне. Задавали всякие идиотские вопросы. Смотрели на его ответы. Так вот, один был вопрос задан такой. Поймаем ли мы рыбу? И Гугл же сразу ответил. Да, конечно. Рыба есть, и она будет наша. В общем, проверим, насколько можно верить Гуглу. Правда, Миша Улицкий сразу спросил, а кто будет платить, если Гугл ошибется. На что я ответил, что, естественно, будет платить Гугл. Тогда Миша задал вопрос Гуглу, кто хозяин Гугла. На что Гугл ответил, Андрей, вы, конечно, что забыли, кто вы такой. Так что теперь все претензии ко мне. И меня заставят оплачивать все убытки. Погода, опять же, замечательная. По прогнозу, сегодня будет еще теплее, чем было вчера. Ночью прохладно, около 6 градусов. И вот я сейчас стою в тени здесь, достаточно свежо. Но как только я выйду на солнце, то меня тут же начнет припекать. И появится желание надеть плавки. С утра тут плавала какая-то лодка, за ней гонялись полицейские. Но вроде инцидент исчерпан. И пообещали, что лодок больше не будет, как и не будет купающихся. Единственное, что с нудистами сделать ничего, естественно, нельзя, потому что народ безбашенный. Вчера мне Кеша представил пару фотографий, которые он сделал, нудистского пляжа. Я вам скажу, что лучше туда не смотреть. Ну, в общем-то, пока все. Если будет какая-то новая информация, то я, естественно, сообщу. Фотографии новых, естественно, пока нет, потому что нечего особо снимать, кроме того, как команды пьют пиво в кафе вместе с раннерами. Что вообще радует, что все-таки за нашими командами некоторые раннеры следят. Я имею в виду из других команд. Есть даже, насколько я понял, несколько закрепленных товарищей, которые сидят именно за израильскими секторами. Не знаю, на что они особо надеются, но все-таки. Вот. Ну, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Я единственное скажу, что тут поступила претензия со стороны израильских карпятников, что мы ведем все свои эфиры только на русском языке. Поэтому, может быть, Вова сегодня выйдет в эфир чисто с эфиром на иврите. Но я думаю, что об этом надо будет сообщить, что эфир будет на иврите заранее. Потому что кое-кто может и не понять. Всем большое спасибо и, в общем-то, до встречи.